Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы поговорим о контактах, точнее о группах контактов. Как управлять группами контактов и зачем вообще эти группы нужны, что это такое и что в них прикольного. Вот, например, я перешел в контакты. Мы, чтобы перейти в контакт, нажимаем на этих двух человечков и оказываемся в контактах. Здесь у меня четыре контакта, ну, больше я пока не стал создавать. Я хочу создать из них группу. Для этого я нажимаю кнопочку «Создать группу контактов». Сюда я могу добавить участников, но сначала мы дадим этой группе название. Например, я назову ее «Коллеги по работе». Вот так вот назову. Так мне хочется. «Коллеги по работе». Здесь есть кнопочка «Добавить участников». Добавить участников мы можем из контактов Outlook, из адресной книги или создать какой-то новый контакт. Мы давайте добавим из контактов Outlook, потому что они у нас именно здесь находятся. Если у вас будет ситуация на работе, то, скорее всего, вот здесь у вас будет виден глобальный адресный лист или глобальная адресная книга, в которой видны адреса ваших коллег по работе, то есть их рабочие адреса. В этом случае вы сможете добавлять их из глобальной книги, создавая свой личный список, свою группу, которую вы будете управлять. Итак, мы выберем одного, второго, третьего и четвертого. Всех, короче, выбрали. Вот они здесь появились у нас, да? И мы можем теперь сохранить эту группу и закрыть ее. Где же наша группа? Как ее увидеть? Куда она делась? Чтобы ее увидеть, мы изменим представление на список. Вот наша группа, вот она видна, да? Мы ее видим. Теперь, как с ней поступать, как с ней обращаться? Чтобы использовать группу контактов, при создании сообщения в поле «Кому» мы пишем название группы «Коллеги». Видите, она уже тут видна. То есть, если я, например, удалю и наберу «Коллеги» и нажму «Контрол-К», для чего нужен «Контрол-К»? Вот здесь вот сейчас подсказочка будет, прочитайте. Точнее, посмотрите видео. Вы видите, что вот подставилась эта группа. Если по ней два раза щелкнуть, видно, кто у нее участники. И мы таким образом можем отправить письмо группе. Еще эта группа контактов называется «Список рассылки». То есть, часто именно так называют это или «Distribution List» по-английски. Мы можем отправить это письмо, и вот оно ушло. Что интересного касательно этой группы можно рассказать? Можно ее, конечно же, менять. Чтобы ее изменить, нужно в нее войти. Можно удалить участников, добавить участников, добавить туда группы. Если у вас созданы еще какие-то группы, с Валдайского вернем. Также можно делиться этим списком. То есть, можно пересылать эту группу. Можно сразу запланировать собрание всей группе контактов, которые у вас тут есть, всему списку. Что интересного, какой секрет, можно сказать, по поводу этих групп? Вот он в чем заключается. Если вы хотите отправить какую-либо рассылку, например, по поводу дня рождения какого-то коллеги, вы хотите, наверное, отправить это всем, кроме того, коллеги. Поздравим коллегу. Завал Дайского. Чтобы поздравить коллегу Завалдайского, нужно отправить всем, кроме коллеги Завалдайского. А как быть-то? Он у нас здесь же в группу входит. Вот он, Евгений. Здесь интересная тема. И простая очень. Здесь есть специальный плюсик для этого. Outlook вам говорит, что он развернет этот список. И при развертывании списка вместо него он подставит адреса. Свернуть обратно будет невозможно. Ну, понятно. Нажимаем ОК и видим, что он развернул нам эту группу. И мы можем спокойненько нажать Delete и убрать отсюда Завалдайского. И тогда уже отправлять это троим, а не четверым. То есть убрать кого-то одного. Понятно. Касательно календаря и создания встреч. Если вы хотите создать встречу с какой-то группой и пригласить сразу группу человек, группу участников, вы можете в поле Кому набрать эту группу. Набрать ее название и запланировать все остальное. А также то же самое. Можно развернуть эту группу и убрать кого-то, кто не нужен на этой встрече. Так это работает. Очень советую вам пользоваться группами контактов, создавать их и управлять ими самостоятельно. То есть можно создавать группы контактов из адресов глобальной адресной книги, можно из собственных адресов. Важно то, что это очень удобно управлять группами, делая свои собственные рассылки по тем адресам, которые вам нужны. На этом на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Секреты Outlook. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, задавайте вопросы. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok